Здравствуйте, дорогие криворожане! Сегодня, в преддверии большущего праздника Дня Победы, мне предоставлен эфир рассказать о состоянии дел в нашей медицине. В нашем городе. Что хочется, прежде всего, сказать в такой праздник? Такой праздник, сегодня можно сказать, что он действительно со слезами на глазах, потому что, глядя, что впереди нас ожидает 9 мая, День Победы, и как проливается реками кровь, уже можно сказать, ручьями или реками, каждый ценит по-своему на горячих точках. В Донецке, в Луганске, в других городах. Хочется сказать, что нам нужно откинуть все амбиции, все-таки подойти к этому празднику очень серьезно. за этот праздник, за эту победу было пролито, пролито очень много крови, сколько миллионов жизней унесла эта война. Эта победа была нашего народа с верой в то, что мы будем жить лучше, что мы будем жить на свободной территории, что нас никто не будет щемить. Сегодня я хочу рассказать, прежде всего, хочу поздравить работников радио, сегодня День Радио, тоже большущий праздник. Хочется мне опять вернуться к медицине. Я вообще должен был выступать о коррупции в медицине. В двух словах только скажу, какая у нас хотя бы медицина, все вы знаете в настоящее время. В настоящее время, та коррупция, которая идет сверху, отражается потом на пациентах. Например, где-то месяц назад сделали аккредитацию Апостоловской районной больницы. Районная больница за то, что они прошли аккредитацию, выложила 20 тысяч гривен. Сегодня такая же угроза зависла над четвертой детской больницей. И это все ноги, идет массовый сбор денег для того, чтобы опять ублажить комиссию, чтобы они разрешили работать. Работать в каком плане? Вот если не пройдет аккредитацию, значит больница не в состоянии. Эти бедные медсестры, эти бедные врачи, которые работают в детской больнице, сегодня вынуждены собирать копейки, делать эти ремонты, замазывание дыр. Вот и все надо выложить в конверт, опять получить право на работу. Аккредитация произойдет. Я недаром перед вашим экраном находится на столе у меня ряд медикаментов, которые жизненно необходимы человеку для того, чтобы он выжил в этом мире. Слева от меня находится, я вам покажу, 3,50. Это то, что выделяет государство на содержание одного больного. Вот это может она в среднем. Если ты поступил в больницу, вот столько тебе может выделить наше государство. Если тебе сделали операцию, ты послехирургический больной, на 12 гривен держава может наша выделить вот столько денег. Если ты попал в реанимацию на 99 гривен, вот оно количество медикаментов, которые могут обеспечить тебя в день. Вот здесь стоит справа у меня средний пакет для хотя бы среднего больного, который нужен, чтобы поправил здоровье. Это 250 тысяч гривен. Отсюда идут следующие, ну как бы сказать, следующее должно быть заключение. Сегодня приближается праздник. На экранах телевизора вы увидите призывы к тому, что выйти массово на демонстрации. Одесса, другие города показали, что не делайте этого. Особенно не делайте, не ведите туда детей. Потому что вы один на один окажетесь со своими проблемами. Если государство защитит вас, защитит вот этими четырьмя таблетками, или шестью таблетками, или вот это, вы сами останетесь со своей проблемой. Поэтому отпразднуйте, лучше такой великий праздник. Сходите в храм, сходите на могилы своих предков. В крайнем случае, сходите в более свободное время, но не обязательно то время, которое идет оглашение по телевизору, что будет празднование вот с востока, то где будет скопище народа, где будет техника. Видите, какая неспокойная ситуация в стране. Я вас призываю, дорогие люди, берегите своих детей. Я очень опечален тем, когда вижу, когда в Луганске матери берут, берут матери, бабушки своих детей, бросают под танки, кто знает, как сработают тормоза, как сработает другая система, хватит ли реакции у водителя. Сегодня невозможно без слез, со слезами на глазах действительно этот праздник говорить. Я хочу обратиться к жителям Кривого Рога. Мы, особенно к тем ребятам, которые добровольно записались в медицин, не записались, а прошли курсы первичной, предмедицинской подготовки. За прошедший месяц эти курсы были прочитаны в медучилищах, в пединститут организовал, в горном институте. Буквально вчера мы были договорились, сюда приехали специалисты, министерства, медицинские специалисты, министерства обороны, главные специалисты, министерства обороны. Мы с ними должны были прочитать или провести практические занятия на территории воинской части. Но, к сожалению, ночью сегодня в связи с ситуацией, они все разъехались. Я хочу тех ребят, которые прошли эти курсы предврачебной, медицинской помощи для оказания жителям в случае различных катастроф, различных неординарных действий, записывайтесь. Записывайтесь в том плане, что я вам дам контактный телефон, у вас они в принципе и есть, у ваших руководителей, контактные телефоны, где мы отработаем систему мероприятий по оказанию помощи пострадавшим. Для тех людей, которые будут возможны конфликты между двумя сторонами, я попрошу ни в коем случае не сгонять свою злобу на медиках. Медики – это последний рубеж, которым вам окажут помощь. Всех врачей призываю к том, что откройте свои сердца, а не превращайтесь в того донецкого врача, который добивало ногами, это не красит, ни людей в белом халате. Будьте милосердны друг к другу. А докторов попрошу, в случае массового скопления народа, у нас планирует, наше руководство города планирует провести генеральные репетиции для празднования дня города, вот этот предстоящий день победы. Все это очень настораживает, потому что неизвестно у кого что на уме. Берегите бабушки, не ведите бабушки, не ведите туда своих детей. Если у кого-то сильно уже и хочется положить венок, подойдите к этому серьезно, сходите лучше взрослого населения. Детей поведите в парке, поведите на речке, поведите куда угодно, рассказывайте им о победе. Победа от этого не уменьшится. Главное дело, чтобы нам избежать кровопролития, чтобы нам избежать противостояния в нашем городе спокойно, пока нету этих рек крови, то, что было в Одессе, то, что сейчас в Донецке, в Донецком регионе, в Луганске, не хватает. Хочется обратиться к жителям города, сказать еще следующее. В связи с предстоящими событиями, которые, я думаю, обязательно затронут и наш регион, каждая женщина, которая ходит с сумочкой, должна купить себе хотя бы тот минимум в аптечке, минимум бинтика, минимум какой-то зеленки, для того, чтобы перевязать, вовремя оказать медицинскую помощь. Это не, знаете, я прошел всякие катаклизмы и Чернобыль, и боевые действия. Я это не страшилки вам рассказываю. Есть хорошее правило у пожарников, очень которому надо всем поучиться. Пожар легче предупредить, чем потом потушить. Поэтому угостите огонь в ваших сердцах, угостите огонь вокруг, полюбите друг друга. Русский народ, прекрасный народ, украинцы, прекрасный народ, друг другу уступайте. Будьте просто людьми, такими, как вы были до этого. Мы тогда построим прекрасную Украину, прекрасная земля, на которой можно прекрасные люди. Любите друг друга. Спасибо за внимание.